Аптека для бережливых Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Максим Новиков. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях вторника 30 января. Смотрите сегодня в эфире. В Калининграде около 4000 человек подхватили ОРВИ. Что делать, чтобы не оказаться в числе заболевших и как лечиться при первых симптомах? Опасно для жизни. МЧС предупреждает горожан быть внимательными и не выходить на лед. Угрожая убийством, изнасиловал. Калининградским полицейским удалось задержать подозреваемого в тяжком преступлении. Как город изменится к чемпионату и к чему жителям стоит готовиться уже прямо сейчас, расскажем в нашей новой рубрике. Приятная новость для театралов. Калининградский областной готовится к премьере. И главная тема дня. В регионе увеличилось количество заболевших ОРЗ и ОРВИ. Так, на днях на карантин закрыли Калининградский морской лицей. Занятия отменили аж на 10 дней. Сколько человек заразилось и как обстоит обстановка в целом по заболеваемости в области и городе, по телефону нам рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура. Партнер рубрики «Тема дня» – магазин одежды для будущих мам «Ньюформ». И по области мы видим этот прирост числа заболевших и по городу Калининграду. В основном наибольший прирост числа заболевших в возрастной группе дети от 7 до 14 лет. То есть это школьники, это учащиеся. И безусловно контролируется и уровень заболеваемости в данной возрастной группе, и количество детей, которые по каким-либо причинам, по причинам заболеваемости, остаются деспираторно-вирусными инфекциями, отсутствуют в школе и не находятся дома на лечении. Уже на этой неделе у нас 23% учащихся в Калининградском морском лицея не пришли в школу, не пришли на занятия, и поэтому принято решение о введении дополнительной ограничительной меры, как разобщение учащихся на 10 дней. Кроме этого, проведено обследование заболевших, учитывая заболевших в Калининградском морском лицеи, лабораторно подтвержден агент случай гриппа АНС-3Н2. Партнер рубрики «Тема дня» – магазин одежды для будущих мам «Ньюформ». По некоторым данным, за прошедшую неделю вирус подхватили почти 4000 калининградцев, третий из которых дети. Калининградская погода продолжает удивлять огорожане болеть гриппом и ОРВИ. В связи с чем наши корреспонденты подготовили для вас памятку. Вооружайтесь блокнотами, ручками и записывайте, как предостеречь себя от неприятного вируса. На самом деле методов профилактики существует огромное количество, но на практике, как советуют медики, достаточно выполнять 4 основные правила. Во-первых, так как вирус обычно проникает через слизистую носа, перед выходом на улицу смазывайте его специальной мазью или бальзамом. Во-вторых, избегайте массового скопления людей. В любом случае выходить на улицу вам придется, поэтому чаще мойте руки, полоскайте рот и промывайте нос солевым раствором. Третье правило – регулярно проветривать помещение. Вирус гриппа боится свежего прохладного воздуха. И, наконец, правильно питайтесь. В период простуд организму важны и нужны определенные продукты. Аскорбиновая и лимонная кислоты содержатся в цитрусовых. В случае аллергии замените лимон и апельсины на яблоки. Селен в достаточном количестве можно получить, употребляя каши и чеснок. Железо – из мяса и печени. Йод, морской рыбы и капусты. Быть осторожнее просят и региональные спасатели. Всего за несколько дней толщина льда на водоемах города и области уменьшилась аж на 10 сантиметров. И теперь любой выход на лед может быть опасен для жизни. Из-за того, что в области уже несколько дней держится плюсовая температура, лед потерял твердость, стал рыхлым и непрочным. Так, по данным МЧС, в это воскресенье, 28 января, у берега оказались отрезаны 4 рыбака на Курском заливе. К тому моменту, когда они обратили внимание на образовавшуюся трещину, ее ширина достигла уже примерно 7 метров. И самостоятельно попасть на берег они не могли. Спасатели просят быть калининградцев аккуратными и не выходить на лед. За нарушение запрета грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. К другим темам. Калининградские волонтеры просят о помощи. Они объявили сбор средств на постройку вольера для своего подопечного. Ранее собаку выкинули из окна четвертого этажа. К счастью, псу по кличке Серый удалось выжить. Но из-за переполненности местных приютов к нормальной жизни он не может вернуться до сих пор. Серый, что такое случилось, мой маленький? Ай, пивун, ай, пивунчик, пивунчик. Серый. Что такое? У этого пса действительно непростая судьба. По словам волонтеров, Серый содержался в ужасных условиях, без выгула и надлежащего ухода. В конце концов, животное вместе с собратьями выбросили из окна. Две собаки погибли на месте, а вот Серому повезло. Волонтеры надеются, что судьба и дальше будет к нему благосклонна, и у пса появится отдельный отапливаемый вольер. После перенесенных травм собаке нельзя нервничать, у нее начинаются приступы паники. Если у вас есть возможность помочь Серому обрести новое жилище, звоните по телефону, который вы увидите на своих экранах. Волонтеры будут благодарны за вашу помощь. Врачи сосудистого центра Калининградской областной клинической больницы провели высокотехнологическую операцию на сердце иностранного моряка. По данным регионального Минздрава, член экипажа болгарского судна был доставлен на берег с инфарктом миокарда. Калининградские медики вовремя оказали ему помощь. Сейчас состояние пациента оценивается как средней степени тяжести. Далее эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». Партнер рубрики «Короткой строкой» – магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». В регионе отменили карантин по африканской чуме свиней. Об этом заявил Антон Алиханов. По его словам, карантин завершен 26 января. Но ограничение на вывоз, продажу и закупку мяса из свиней будет действовать в области еще полгода. Напомним, вирус в регионе был обнаружен в ноябре прошлого года. В Калининграде появился архитектурный градостроительный совет. Его автором выступил Антон Алиханов. В совет вошли 15 человек, большая часть из которых – чиновники. Кстати, решения нового органа будут носить рекомендательный характер. На этой неделе будет дождливо и морозно. По прогнозу синоптиков, днем в Калининграде столбик термометра не поднимется выше отметки 3 градусов тепла. А 1 февраля ночью ожидаются заморозки до минус 3. К выходные минус будет и днем. Все дни ожидаются дожди, во второй половине недели возможен снег. Калининградская Балтика проиграла в товарищеском матче болгарскому клубу «Гудогорец». Матч, который состоялся в Турции, закончился со счетом 3-1. Это было первое поражение балтийцев в этом году. В рамках первых сборов наша команда дважды побеждала соперников. Первый городской продолжает набор в школу телеведущих. Если ты хочешь попробовать себя в роли ведущего новостей, узнать, как работают журналисты, и создаются реалити-шоу, и даже научиться делать телевизионный макияж, тогда записывайся прямо сейчас по телефону 92 10 32. Стоимость обучения 7 тысяч рублей. Торопитесь, количество мест ограничено. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». А сейчас мы готовы подвести итоги вчерашнего голосования. Напомним, мы просили ответить на вопрос, стоит ли возвращать летнее время. Большинство респондентов ответили положительно, а именно чуть больше 75%. К зимнему времени уже привыкли почти 23% опрошенных. Они менять ничего не хотят. И лишь около 2% могут легко подстроиться как к зимнему, так и к летнему времени. Поэтому для них это не имеет никакого смысла. Тем временем, россияне рассказали, как предпочитают проводить досуг. Согласно данным в ЦИОМ, большинство в свободное время занимаются домашним хозяйством. Меньше человек предпочитают отдыхать на природе, и лишь 13% смотрят ТВ-программы. А вот как выходные проводят калининградцы, предлагаем узнать это прямо сейчас. Для этого вам необходимо позвонить по телефону, который вы видите на своих экранах, предварительно выбрав вариант ответа. Итак, вариант номер один. С друзьями или семьей. Вариант номер два. Люблю отдыхать в одиночестве, например, гуляя по парку. И вариант три. Лучший отдых – это хороший фильм и попкорн. Результаты опроса мы озвучим уже завтра. Для тех же, кто предпочитает проводить свои выходные в театре, Калининградский областной готовит премьеру. Буквально через месяц на суд калининградского зрителя представит спектакль «Искушение» по мотивам известной пьесы английского драматурга Эдварда Олби. Моей коллеге Елизавете Зубаревой удалось побывать на репетиции постановки. Все подробности в ее селфи-репортаже. Здравствуйте. Мы находимся в Калининградском областном драматическом театре, где сегодня состоялась репетиция нового спектакля, который называется «Искушение» по мотивам пьесы Эдварда Олби. Ну что же, давайте зайдем на сцену и посмотрим, что там происходит. Мы видим, что на сцену установили мельницу, установили кустарники. Также вдалеке виднеется стол, на котором установили специальную бутафорию, специальный реквизит для актеров. Пьеса «Все в саду» была написана еще в 60-х годах прошлого века, однако тема пьесы остается уникальной и по сей день. По словам народного артиста России, режиссера постановки Михаила Салеса, на сцене будет происходить очень серьезная психологическая история. Зрителей ожидает настоящий детектив, разобраться в котором будет очень непросто. Ваши дамы, вы все, и вы об этом знали? Это гениальная пьеса американского драматурга Эдварда Олби. Написана она где-то, наверное, лет сто тому назад, может, чуть-чуть меньше. Такая классика, американская классика. Но, учитывая, как сегодня живем мы в России, ну, правда, все как про нас. А это очень важно. Очень важно, потому что все то, что происходит здесь, с действующими лицами, по меньшей мере вызывает вопрос. А поскольку вопрос, отвечать на него я не имею права, иначе не придут. Через какие искушения придется пройти одну из главных героинь пьесы, рассказала нам самая юная актриса театра Анастасия Землянская. Она признается, что роль психологически сложная, так как ее героине предстоит пройти очень непростой путь. Поскольку такие обстоятельства, ну, ты приходишь домой, у тебя на полу валяется куча денег. Ну, как бы уже обстоятельства не каждодневные, да? То есть это надо понять. И дальше самое главное, вот эта психология разобраться, да? То есть постоянно объект внимания мама-папа. Что же, что же случилось? И почему, откуда. И все эти вопросы моей героине приходится, конечно, решать, узнавать, отвечать на них. Пока спектакль «Искушение» только готовится к премьере, в честь дня рождения Антона Чехова Калининградский областной драматический театр в очередной раз приглашает зрителей на Вишневый сад и отсвели уж давно хризантемы в саду, которые состоятся 1 и 4 февраля. Информацию о стоимости билетов можно узнать в кассе либо по телефону 21-24-22. Елизавета Зубарева, Михаил Эльбаум, Служба новостей «Город». Смотрите во второй части нашего выпуска. Угрожая убийством, изнасиловал. Калининградским полицейским удалось задержать подозреваемого в тяжком преступлении. Минфин США опубликовал так называемый «Кремлевский список». Значит ли это, что первым лицам страны запретят въезд в Америку? Как город изменится к чемпионату и к чему жителям стоит готовиться уже прямо сейчас, расскажем в нашей новой рубрике. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. Угрожая убийством, изнасиловал 20-летнюю Калининградку. Полицейские задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Как позже стало известно, им оказался 29-летний житель Смоленской области. Со своей жертвой он познакомился на улице Кирова, в одном из ночных клубов. Подробнее о происшествии нашим телезрителям готов рассказать начальник отдела полиции номер 3 Роман Юлаев, а также сама потерпевшая и задержанный. Им слово. 20 января 2018 года в город Калининград приехал гость в Смоленско, который решил в ночное время посетить ночной клуб, где познакомился с девушкой, с которой распивал спиртное. Впоследствии, под предлогом того, что ему стало плохо, он предложил девушке выйти на улицу. Был ласковый, добрый, то есть угощал, ввели милую беседу, ничего не предвещало беды. Мы стояли около клуба, разговаривали, после чего он просто насильно взял меня и поволок. Я была в шоке. Как добавила девушка, после надругательства на дне обидчик украл у нее несколько ювелирных украшений. В итоге мужчину задержали по горячим следам в арендованной им квартире. Там же оперативники обнаружили похищенное имущество – золотую цепочку и три кольца. Сейчас приезжий из Смоленска находится в СИЗО и признается, что мало что помнит. Скажите, пожалуйста, а за что вы задержали? За попытку из насилования. Описать полностью не могу. Был в сильном алкогольном пиене. На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Прошу ко всем девушкам быть аккуратнее, когда приходите в клуб. И не доверяйте молодым людям, которые с виду кажутся милыми и ласковыми. Пытался вывести из нашей области нож, нунчаки и янтарь. В Багратионовской таможенке задержали гражданина Китая. Мужчина направлялся в Польшу с холодным оружием и солнечным камнем, который, по его словам, он нашел на побережье Балтики. Теперь нарушителю грозит серьезный штраф сразу по двум административным статьям. Не за декларирование и не соблюдение запретов на ввоз товаров. А наш эфир продолжит новости с места происшествия. Пыталась выкрасть у судей материалы дела, чтобы помочь знакомому. В Калининграде завершилось расследование необычного происшествия. Весной прошлого года женщина путем подкупа секретаря делопроизводителя планировала похитить из здания суда дело об административном правонарушении. В итоге обвиняемую задержались по личным сотрудники УФСБ. За попытку вмешаться к Калининградке теперь предстоит раскошелиться на 20 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. А эти кадры очевидцы запечатлели на улице Камской. По их данным, микроавтобус врезался в упавшее дерево. Машина получила серьезные повреждения передней части. Из левой фары торчал кусок ветки. К счастью, никто не пострадал. При этом, как стало известно, незадолго до ЧП автомобилисты предупреждали друг друга о деревянной угрозе через социальные сети. Полицейские Гуревского района ищут свидетелей и очевидцев повреждения автомобиля «Кия» белого цвета. Инцидент произошел еще в минувшем году, 18 ноября, в поселке Мало-Исакова. По предварительным данным, виновником оказался 34-летний местный житель. Мужчина повредил нижнюю часть лобового стекла ребром ладони. Если вы что-либо знаете об этом происшествии, обращайтесь по телефонам, которые вы видите на своих экранах. А тем временем на калининградских дорогах продолжаются войны. Водители нередко нарушают правила дорожного движения, совершают обгон и выезжают на встречную полосу, а также едут на красный. К нам в редакцию ежедневно приходят видеозаписи с регистраторов, на которых удалось заснять таких автовладельцев. Давайте посмотрим на очередную видеоподборку. В Калининграде загорелся пассажирский автобус. По данным очевидцев, инцидент случился на улице Комсомольской, около дома номер 50. Задымление произошло на остановке. Водитель его самостоятельно обнаружил и ликвидировал. Как сообщили в ГИБДД, обошлось без пострадавших. А предшествовали этому разговору вот такие события. Типичный конфликт для калининградских автомобилистов, комментируют видеоинтернет-пользователи. И добавляют, хорошо, что мирно разъехались. Похоже, что по улице Петрозаводской скоро перестанут ездить автобусы. Почему, вам расскажут авторы этого предположения. Причем, по словам автовладельцев, такая картина во многих дворах Калининграда. Цитируем, пройти невозможно, не говоря уже о машине. Из-за чего, в свою очередь, увеличивается количество аварий. Если вы стали очевидцем происшествия, на дороге снимайте видео на регистраторы и любые мобильные устройства. И присылайте ваши кадры к нам в группу ВКонтакте. Адрес вы видите на своих экранах. Новый корпус Музея Мирового океана не успеют достроить к началу Чемпионата мира по футболу. По данным Росстата, готовность объекта менее 30%. А продавать товары ближе, чем 2 километра от стадиона, будет запрещено. Об этих и других новостях, связанных с Чемпионатом мира, теперь я и мои коллеги будем рассказывать каждый день в службе новостей «Город». И прямо сейчас я предлагаю ознакомиться с самыми свежими новостями в рубрике «Дневники чемпионата». Министерство иностранных дел России ведет переговоры с Белоруссией об упрощении транзитного режима для иностранцев. Об этом сообщает известная общественно-политическая газета. По данным издания, МИД двух стран давно ведут переговоры о взаимном признании ВИЗ. Такие меры облегчат болельщикам из Европы посещение матча чемпионата, уверены специалисты. Премьер-министр Дмитрий Медведев оставил обязанности по контролю над подготовкой чемпионата за Виталием Мутко. По данным ТАСС, он будет курировать организацию, подготовку и проведение крупных спортивных мероприятий. Напомним, ранее Мутко покинул пост главы Футбольного союза и председателя Оргомитета Мундиале 2018 из-за обвинений в установлении системы подмены допинг-проп российских спортсменов. Техническая готовность нового корпуса Музея Мирового океана менее 30%. Соответствующие данные публиковал Росстат. Всего в прошлом году на строительство объекта выделили почти 530 миллионов рублей. Однако, по данным ведомства, новый корпус Музея рискует остаться недостроенным к чемпионату. Администрация города сформирует список продавцов, которые смогут работать вблизи стадиона во время проведения Мундиаля. Об этом сообщает прислужба ведомства. Напомним, торговля в радиусе 2 километров вокруг стадиона может быть только с официального письменного согласия FIFA. Новым генеральным консулом Польши в Калининграде назначили Анну Новаковску. Об этом сообщает польский МИД. Напомним, ранее она занимала аналогичный пост в белорусском Бресте. Далее эфир продолжит рубрика «Бизнес-новости». Партнер рубрики «Бизнес-новости» – квартал на улице Солнечной «Эко-сити». Минфин США опубликовал так называемый «Кремлевский список». В него вошли все члены правительства России и крупные предприниматели. Об этом сообщает АСС. В перечень, в частности, попали премьер-министр Дмитрий Медведев и члены Камбина. Председатель Кремля Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, а также спикер Суфеда Валентина Матвиенко. Отметим, на данный момент список не является санкционным. Европарламент одобрил установление санкций против Польши. Об этом сообщает Российское информационное агентство. По данным СМИ, стране оградит лишение права голоса в Совете ЕС. Напомним, причиной для санкций стала новая судебная реформа, которая проводится в Польше. По мнению Еврокомиссии, это приведет к контролю политической власти над судебной. Тем временем в России утвердили перечень госуслуг, которые будут оказывать в любом нокофункциональном центре. Соответствующий документ утвердил Дмитрий Медведев. Всего в список попали 44 услуги. Так, теперь в МФЦ можно будет получить водительские удостоверения, сведения о финансовой отчетности, юридических лиц, а также карантинные сертификаты. Отметим, перечень будет пополняться. Более трех миллионов рублей администрация Калининграда потратит на ремонт покрытия площади Победы. Сообщение о торгах опубликовано на портале госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик отремонтирует почти 200 квадратных метров. Победителя торгов определяют до 27 апреля. Партнер рубрики «Бизнес-новости» – квартал на улице Солнечной «Эко-Сити». Далее вас ждет полезная информация о курсах валют на среду, 31 января. Курсы валют на 31 января. Доллар США – 56,29 рубля, евро – 69,54 рубля, польские злоты – 16,75 рубля. А какими событиями запомнился жителям и гостям города этот день, предлагаю узнать из традиционного опроса «Ваши хорошие новости». Спонсор рубрики «Хорошие новости» – магазин для творчества «Ультрамарин». Сегодня меня день очень радует чем? Солнышко сегодня появилось после такого вчерашнего дождя, да? И чтобы оно продолжалось, это с солнышком. Хотя тучки, ну ничего, они начали напугать. А так, что все прекрасно, свежий ветер. Потеплело, погода наладилась. Внук приехал с каникул, с нами был выходные. Да, правда, снежок был, на лыжах покатались. Я учусь. Ну, сессию закрыла, все хорошо. Собираюсь идти на огород. У меня там яблок очень много, собранных в подвале. Ну, дождь. Вот жду хорошую погоду. Трое внуков. Сейчас живут уже два года со мной. Пусть без мамы остались, но я помогаю сыну. Я все хорошо буду. Мне скоро будет уже пять лет. И мне потом после пять уже шесть лет. И потом мне уже надо в сад идти, и я уже большая в А4. У нас здесь машина своя, и мы всех любим. Брать с собой с утра теплые варежки или лучший зонт? На этот вопрос ответ вы найдете, познакомившись с погодой на завтра. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек «Формула здоровья». В Калининграде 31 января плюс четыре – облачно. 1 февраля плюс пять – дождь. 2 февраля плюс три – малооблачно. В Гданске 31 января плюс шесть – малооблачно. 1 февраля плюс семь – дождь. 2 февраля плюс четыре – малооблачно. В Вильнюсе. 31 января, плюс 2, снег. 1 февраля, плюс 4, облачно. 2 февраля, плюс 2, ясно. Спонсор прогноза погоды – сеть аптек «Формула здоровья». Сдавать вовремя анализы, чтобы быть здоровым. Об этом постоянно говорят специалисты. А где это сделать качественно и недорого, об этом узнаете из специальной рубрики про здоровье. Ответ на вопрос, зачем сдавать анализы, вполне очевиден. Лабораторные исследования позволяют своевременно поставить верный диагноз и начать эффективное лечение. Очень широкая панель этих исследований. Мы проводим практически всю гормональную диагностику, онкодиагностику. Все это делается на современном оборудовании, причем с очень быстрой скоростью исполнения. Аппараты делают всю работу. Сотрудники же контролируют правильность выполнения. Достоверность анализов почти 100%. Более того, эксклюзивным оборудованием в нашей лаборатории является анализатор «Термофишер» «Фадия-250». Это анализатор для аллергодиагностики. Он производит более 80 видов аллергенов, можно определить. Это очень актуально для нашей области, потому что, в принципе, очень много аллергиков на данный момент. Каждый аллерген в виде такого маркера загружается в анализатор и производится анализ. Проще говоря, это чудо техники позволяет определить, какой вид аллергии существует у человека. С бактериями в этой лаборатории также расправляются на раз. Для этого мы делаем весь микроб, который вырастили, и определяем или его вид, или чувствительность. Используем вот такие дискеты. Здесь 64 параметра. Данная дискета позволяет определить вид микроба. Опускаем взвесь дискету и относим к анализатору. Для этого мы загружаем вначале в вакуумную камеру. Определяется тип микроба, а от этого и назначается лечение. На дискете видно, если раствор стал мутным, значит антибиотик не действует на микроб. А если раствор прозрачный, лекарство подействовало, бактерия погибла. Сейчас я хотела рассказать об иммуноферментном анализаторе, который делает все виды иммунологических исследований, такие как гепатиты, сифилис, герпесовирусные инфекции, инфекции, передающиеся половым путем. Уникальность этого анализатора в том, что он работает на одноразовых системах с одноразовыми наконечниками, что исключает возможности переноса инфекции из одной пробирки в другую, следственно, ложноположительных результатов. Еще один анализатор компании РОЖ линейки. Он уже выполняет эксклюзивные исследования, такие как витамины, онкомаркеры, редкие виды гормонов, сердечные маркеры. Этот анализатор иммунохимии иллюминисцентный, работает методом ультразвукового перемешивания бесконтактного с одноразовыми наконечниками и пробирками, что дает высокое качество исследований, тем более, что эти исследования в области мы единственные представляем. Хотела бы представить еще нашей лаборатории иммунохимический анализатор-архитект производства США. Он делает гормоны щитовидной железы, все виды. Он делает репродуктивную систему, так как это самые востребованные анализы, им широко пользуются. Чтобы быть здоровым, необходимо хотя бы раз в год сдавать анализы. А по воскресеньям можно сделать комплексы лабораторных исследований со скидкой 50%. Качественные исследования в кратчайшие сроки. Это лаборатория Медэксперт. На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова